На базе Аграрно-экономического колледжа прошел республиканский конкурс творческих проектов среди студентов среднего профессионального образования «Взгляд в будущее». Конкурс рассчитан на работу с талантливыми студентами во внеурочное время, также на выявление творческого потенциала студентов и возможность его реализации. Конкурс направлен также на подготовку студентов к своей будущей профессиональной деятельности, улучшить качество общения с окружающими, воспитать в себе толерантность. Цель конкурса – ориентация студента на свое будущее, как сделать его реальным и успешным, показать, что для них означает успех, свое благополучие, как в современном высококонкурентном мире выбрать верный путь к достижению жизненных целей. После официальной части открытия студенты приступили к презентации своих творческих проектов. Цель нового проекта заключается в объявлении условий, способствующих успешности, будущих удовлетворительности в личной жизни после окончания колледжа, также выработки стабильного аналитического умышления, личных и профессиональных качествах и навыков успешности, также поиск и применение нужной информации в повседневной жизни. Так как главная цель данного конкурса дать студентам толчок, картину подготовки к своему будущему, я пришел в ходу, что самый лучший способ подготовиться к своему будущему – это создавать его самому. Осознание этого факта, что будущее создаем их сами, приходит нам еще в нашу прошлую учебную историю. Коль же мы не замечаем мелких и постепенных изменений в состоянии нашего будущего. И чем больше мы об этом размышляем, тем лучше понимаем, что большая ответственность лежит на нас самих. И вот мы уже говорим о том, что качество наших вопросов определяет качество нашей жизни. К примеру, мы задаем вопросом, справлюсь я с этим? Этот вопрос, по-моему, сформулирован правильно, так как он не исключает возможности удачи. Лучше задать себе такой вопрос, как я с этим справлюсь? Этот вопрос, сформулирован правильно, он полностью исключает возможности удачи. Как заставляет искать решение? Почему это извинение за их действие? Масштаб личности определяется масштабом подставленных целей. Так вот, у нас с раннего детства четкие понятия целей, которыми я стремлюсь. Я люблю изучать людей, в особенности люблю изучать судьбу предпринимателей. Картины того, как действуют и думают успешных предпринимателей. Участие принялись свыше 50 студентов среднепрофессиональных учебных заведений Дагестана. Организаторы подметили, что основными задачами проведения конкурса являются формирование интереса к социально-экономической жизни общества, создание атмосферы, диалога и сотрудничества всех участников конкурса, представление студентам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения и региона. По завершению всех презентаций творческих проектов будут выявлять победителей по нескольким номинациям. Бурлия Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.